В спортивном зале 15-й школы о безопасности дорожного движения говорит человек в форме. Этот урок не совсем обычный. Для совсем юных упор делают на узнаваемые дорожные знаки. Например, пешеходный переход. Лекция, впрочем, не только о соблюдении правил. Очень важно, чтобы ребята с раннего возраста понимали о службе в полиции. И понимали, что в полиции есть много направлений деятельности. Одним из направлений, конечно же, является работа госавтоинспекции. И вот я самым младшим школьникам, скажем так, рассказываю, в чем важно именно соблюдение требований правил дорожного движения. И для чего вообще инспекторы дорожно-патрульной службы несут службу и обеспечивают безопасность как в нашем городе, так и в России в целом. Акция «Рязань. Наш безопасный дом» всегда начинается с профилактических занятий. Организаторы региональной МВД на час заменяют учителей. В школьных кабинетах читают лекции о наказании за хулиганство. Рассказывают, как и во сколько лет можно получить водительское удостоверение. Но самое ожидаемое, особенно для мальчишек, это, конечно, беседа с сотрудниками спецназа «Гром». Вот эта модификация АК-105 под патрон калибром 5,45 мм. Оснащен подниматорным прицелом для лучшей точности стрельбы и также фонарем с лазером на цель-доказатель. Все оружие настоящее, без муляжей. Естественно, разряжено. Его смело можно брать в руки. А после – мастер-класс. А это уже показательное выступление курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя. Они демонстрируют прием рукопашного боя и задержание преступника. Под аплодисмент учеников и учителей. Университет – один из ключевых модераторов акции «Рязань. Наш безопасный дом». После посещения образовательных организаций, то есть школ, ребята приходят, пишут заявление на поступление, где я подробно рассказываю по вопросам образования, по вопросам поступления, по будущей профессии. В последующем они издают вступительное испытание, экзамены, ЕГЭ, продолжают учиться. И после выпуска становятся действующими сотрудниками, которые защищают права и свободы граждан на территории Рязанской области. Михаил честно признался, что процент желающих небольшой, но они есть всегда. Со школы обычно приходят человек 5-6, чтобы попробовать свои силы и поступить в ВУЗ. Акция «Рязань. Наш безопасный дом. Вы знаем». Скоро десанты силовиков отправятся и в районы.